Техническое описание кода неисправности OBD2, датчик положения дроссельной заслонки, педали F, минимальная эффективность остановки Что это значит? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2 Это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Toyota, Subaru, Mazda, Ford, Chrysler, Dodge, Hyundai, Jeep, Kia, Volvo и т.д. Хотя в целом, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и трансмиссии, конфигурации Сохраненный код P2117 означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил неисправность в иквод, F иквод, датчике положения дроссельной заслонки, TPS или конкретном датчике положения педали, PPS, обозначение F, относится к конкретному датчику Обратитесь к надежному источнику информации о транспортном средстве, чтобы узнать подробности, касающиеся данного транспортного средства Этот код используется только в транспортных средствах, которые оснащены системами привода по проводам DBW и связан с минимальной остановкой или работой закрытого дросселя PSM управляет системой DBW с помощью двигателя привода дроссельной заслонки, нескольких датчиков положения педали, иногда называемых датчиками положения педали акселератора и нескольких датчиков положения дроссельной заслонки Датчики обычно снабжены опорным напряжением 5 Вольт, заземлением и, по крайней мере, одним сигнальным проводом Вообще говоря, датчики TPS, PPS относятся к типу потенциометров, механическое удлинение педали акселератора или вала дроссельной заслонки приводит в действие контакты датчика Сопротивление датчика изменяется по мере того, как контакты перемещаются по плате датчика, вызывая колебания сопротивления цепи и входного напряжения сигнала на RSM Если PSM обнаруживает сигнал минимального напряжения датчика положения остановки, закрытой дроссельной заслонки от датчика, обозначенного F, который не отражает запрограммированный параметр Будет сохранен код P2117 и может загореться индикатор неисправности, MIL, когда этот код сохраняется, PSM обычно входит в режим LIMP В этом режиме ускорение двигателя может быть сильно ограничено, если не полностью отключено, датчик положения дроссельной заслонки, TPS Какова серьезность этого кода неисправности? P2117 и следует считать серьезным, потому что это может привести к тому, что транспортное средство будет непробиваемым Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P2117 могут включать в себя, отсутствие реакции дроссельной заслонки, ограничение или отсутствие ускорения, двигатель глохнет, когда ему позволено работать на холостом ходу, неуверенность при ускорении, круиз-контроль не работает, каковы некоторые из распространенных причин? Кода Причинами этого кода датчика положения дроссельной заслонки Педали P2117 могут быть, дефектный TPS или PPS обрыв или короткое замыкание между TPS, PPS и PSM разъеданные электрические разъемы Неисправный двигатель привода DBW Какие шаги по устранению неисправностей P2117 существуют? Проверьте свой источник информации о транспортном средстве на наличие бюллетеней технического обслуживания, TSB, которые соответствуют марке, модели и размеру двигателя рассматриваемого транспортного средства Сохраненные симптомы и коды также должны совпадать, если вы найдете подходящий TSB, он значительно поможет вам в диагностике Мой диагноз для кода P2117 обычно начинался с визуального осмотра всей проводки и разъемов, связанных с системой Я бы также проверил дроссельную заслонку на предмет накопления или повреждения углерода Чрезмерное накопление углерода, которое удерживает корпус дросселя открытым при запуске, может привести к сохранению кода P2117 Удалите уголь из корпуса дроссельной заслонки в соответствии с рекомендациями производителя и отремонтируйте или замените неисправную проводку или компоненты, если необходимо Затем повторно протестируйте систему DBW, вам потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, о-метр, DVOM, и надежный источник информации о транспортном средстве для точной диагностики этого кода Затем подключите сканер к диагностическому порту автомобиля и получите все сохраненные коды неисправностей, запишите их на тот случай, если вам понадобится информация позже в вашем диагнозе Сохраняйте также любые связанные данные стоп-кадра, эти заметки могут оказаться полезными, особенно если P2117 прерывистый Теперь очистите коды и проведите пробную поездку на автомобиле, чтобы убедиться, что код сброшен, если код немедленно сбрасывается, скачки напряжения и несоответствия между TPS, PPS и PSM могут быть обнаружены с использованием потока данных сканера Сустите поток данных, чтобы отобразить только соответствующие данные для более быстрого ответа, если пиков и, или несоответствий не обнаружено Используйте DVOM для извлечения данных в реальном времени на каждом из сигнальных проводов датчика Для извлечения данных в реальном времени с DVO-M подключите положительный измерительный провод к соответствующему сигнальному проводу, а заземляющий измерительный провод – к цепи заземления, а затем наблюдайте за дисплеем DVO-M при работе с DBW, ищите скачки напряжения, когда дроссель медленно приводится в действие из закрытого положения в широко открытую дроссельную заслонку. Напряжение обычно колеблется от 0,5 В при закрытой дроссельной заслонке до 4,5 В при полностью открытой дроссельной заслонке, но для получения точных технических характеристик обратитесь к источнику информации о вашем автомобиле если обнаружены пики или другие нарушения, подозревайте, что тестируемый датчик неисправен. Осциллограф также является отличным инструментом для проверки работы датчика, если датчик работает так, как задумано, отсоедините все соответствующие контроллеры и проверьте отдельные цепи с помощью DVO-M, схемы подключения системы и схемы контактов разъема могут помочь вам определить, какие цепи проверить и где их найти на автомобиле. При необходимости отремонтируйте или замените системные цепи, подозревать неисправную PSM или ошибку программирования PSM, только если все системные датчики и цепи проверены, некоторые производители требуют, чтобы корпус дроссельной заслонки, двигатель привода дроссельной заслонки и все датчики положения дроссельной заслонки были заменены как единое целое.